Все мы порой пользуемся услугами водителей такси или же маршруток. Нет времени ждать автобус или троллейбус или возможности сеть за ру собственного авто. Набираем заветные цифры на телефоне и вызываем такси, чтобы через считанные минуты в комфортной обстановке ехать в нужное место. Куда-то торопимся, бежим на маршрутку. В глазах простых обывателей водители этих транспортных средств – это не просто водители, а водители высокого класса. Никто не ожидает, что профессионал окажется не таковым. Статистика утверждает обратное. За 7 месяцев 2022 года в Брестской области к административной ответственности привлечены более 3000 водителей-перевозчиков. Стоит отметить, что 27 управляли транспортным средством, не имея права управления, а 17 находились в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГАИ ежедневно уделяют пристальное внимание данной категории водителей, разъясняя меры ответственности за те или иные действия. Ежедневно перевозя брещан, водители маршрутных транспортных средств и такси отвечают за здоровье и жизнь большого количества людей. Именно поэтому сотрудники ГАИ совместно с представителями транспортной инспекции, а также предприятия «Белотехосмотр» на одной из улиц города Бреста провели рейдовое мероприятие в зоне внимания перевозчики. Правоохранители обратили особое внимание на физическое состояние водителей, проверили наличие необходимых документов, провели профилактические беседы о недопустимости нарушений правила дорожного движения. Я хочу вам вручить такую профилактическую листовочку, где указана ответственность, а также нарушения, которые ни в коем случае нельзя допускать, потому что все-таки управляя вашим транспортным средством, вы ответственны за перевозку других жизней. Поэтому во время управления автомобилем такси вы должны думать не только о своей жизни и здоровье, но также о жизни и здоровье других людей, которые вы перевозите. А вот сотрудники транспортной инспекции в свою очередь подчеркнули, что их цель прежде всего профилактическая работа, а вовсе не наказание таксистов и фирм-перевозчиков. Но в таком случае водители должны соблюдать определенные правила. На боковых поверхностях автомобиля по всей длине должны находиться полосы желтого цвета. На передних дверях автомобиля должен быть номинальный перевозчик, учетный номер плательщика, композиции из квадратных черного цвета, расположенных в шахматном порядке. На крыше автомобиля должен быть размещен опознавательный фонарь оранжевого цвета, тоже с композицией спереди и сзади фонаря. Что касается водителей, вот тут тоже хочу заметить, обратить внимание, по поводу водителей автомобилей такси. К ним предъявляются требования, это к стажу и возрасту. Водитель должен быть не моложе 20 лет. Иметь стаж общий в вождении категории «Б» не менее двух лет. Да, к большинству перевозчиков вопросов нет. Они соблюдают установленные правила, не нарушают скоростной режим, не садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. И каждый раз при посадке пассажиров напоминают пристегнуть ремень безопасности. Нужно сначала научиться, я думаю, управлять транспортным средством, чтобы заниматься перевозкой людей, все-таки ответственны только за себя. Мы воздерживаемся от таких мероприятий, чтобы стоить перевозить, потому что у нас есть определенное место сидячих, и мы должны соблюдать. Что ж, молодцы, что, собственно, не скажешь о самих нерадивых пассажирах. Здравствуйте. Здравствуйте. А, скажите, чего не пристегиваетесь с ремнями безопасности? Да, я всегда езжу без ремней безопасности. А чего? Согласно правилам дорожного движения, пассажир, который садится в транспортное средство, должен пристегиваться ремнями безопасности. Хорошо. А чего вы не пристегиваетесь? Скажите, вас водитель предупреждал о том, что нужно пристегнуться? Предупреждал. А чего вы не пристегнулись? Нет. Вы в курсе, что все-таки ремень безопасности спасает жизни? В случае дорожно-транспортного происшествия он снижает тяжесть последствий? Да, в курсе. Можно мы уже поедем? Я опаздываю. Ну а чего вы нарушаете тогда? Если бы вы не нарушали, мы бы не задерживали вас. Работа по проверке правильной и неправильной перевозки пассажиров сотрудниками разных ведомств будет продолжена, ведь безопасность – это понятие комплексное.